здравствуйте всем привет жасмина жалко что не показываешь мы здесь с жасминой в общем решили заполнить бумажки для job-центра пособия детские деньги получают дети которые еще учатся либо которые еще дети ребенком считается человек который еще не вышел замуж не пошел на работу и вот пока ребенок ваш учится либо если вы сами переехали в германию вот как например жасмина ей 18 лет но она учиться будет ей положено детские деньги это за это отвечает фамилия наказа многие очень путают я не буду сейчас показывать имена и так далее я просто те кто те кто вот сейчас приехал сюда все уже знают этот job-центр фамилия наказ многие думают что этот job-центр за это отвечают они между собой связаны приведу вам сейчас такой пример но изначально начну с хорошей новости мы распечатали этот антрак который нужно жасмине заполнить и отправить в известность поставить job-центр что она это отправила потому что она получила письмо мы решили его заполнять вместе но когда мы его распечатали мы увидели что он вообще сделан на русском языке то есть вопросы самые обычные но вот например спросила до кого вписывать второй пункт информация супруги если например мамочки если мамочки ставят вот такой антрак то тогда вписывается туда ваш муж а здесь как бы у тебя получается родители если они здесь такие стандартные вопросы гражданство дата рождения к вам многие из нас уже получили письма такие от job-центра вот подтверждение либо отказ получение детских денег на сейчас речь будет идти о подтверждении то есть написали вот сергерте фрау ваше имя после всех вот этих вот просмотренных в общем документов да вы имеете право получать детские деньги на себя и вот смотрите что они хотят они хотят чтобы вы на сайте фамилии анкасса скачали вот такой вот антрак его заполнили вы этот антрак должны отправить и в job-центр и напрямую фамилии анкасса и там указывается номер вашего банковского счета и вы каждый месяц мне кажется 15 числа приходят эти деньги все у кого есть дети вчера фотки которые дагма делала говорит иди сюда в своей украинской униформе сделала фотографии молодец в принципе все на русском можно и так заполнить так как у нас в нашем случае сроки поджимают то нужно отправить и фотографии им job-центр и вот это отправить по почте в этом письме job-центр хочет знать когда вы этот антрак поставили и он вам ставит сроки до какого числа вы должны их об этом предупредить поэтому мы здесь напишем что этот антрак давайте называть этот антрак тогда вам проще будет это в документах найти мы тогда напишем здесь сегодняшнюю дату сфотографируем заполненный этот антрак отправим им по имейлу и параллельно отправим фамилии анкасса это по почте если кто-то не знает куда писать кому писать когда вам приходят любые письма это сейчас неважно это job-центр либо это у сленда бихерда миграционка совершенно неважно вот здесь всегда стоит шапка это человек который с вами переписывается там есть его номер телефона его имя его имейл и запоминайте пожалуйста вот в любой структуре вам присваивается определенный номер этот вот номер он должен у вас всегда лежать по другую по другому детский сад на экскурсии лучше всего лучше всего когда у вас есть папка в которой вы собираете отдельные письма все что вам приходит от job-центра отдельно фамилии анкасса отдельно медицинская страховка что кстати касается медицинской страховки это везде происходит по-разному смотрите у меня вчера был случай мне кстати не пришлось забирать семью они сами добрались у меня вчера был такой случай и я бы хотела других тоже предупредить может быть люди об этом не знают либо у них нет просто не было еще времени об этом подумать если вы переехали в германию и у вас в германии работает ваш муж вы приехали виду этих обстоятельств и у вас ваш муж так как он здесь работает у него уже есть страховка и у него сейчас покажу буду показывать эти карточки показал мы уже показывали как выглядит прививочный паспорт теперь мы сейчас покажем как выглядит не знаю у меня она вообще есть с собой я даже если болею я в больницу редко хожу временем будем смотреть среди этой горы карточек это должна быть медицинская страховка у меня барма у кого-то о о к не имеет роли вот эта вот карточка с чипом кто приехал к мужу и муж трудоустроен следовательно застрахован вы должны обязательно с мужем пойти вот например у меня бама значит бама кто в аука в аука и вы и ваши дети лично на каждого выдаются вот такие карты это очень важно потому что ситуация может возникнуть очень рад ну и когда не знаешь что случится из-за незнания языка может получиться так что вам просто поставят счет потому что вчера например дали на подпись бумажку говорят без этого вы не пройдете то есть меня вот это вот смутило я сказала для них это будет бесплатно во первых потому что беженцы во вторых потому что вообще как бы муж застрахован как это происходит когда у вас например муж застрахован либо если кто-то из девочек пойдет на работу будет работать а муж ваш будет не работать он будет застрахован под вами от этого не изменяется стоимость страховки цена на страховку не влияет например я застрахована я плачу страховку но под умной так это здесь говорят да как вот паровозиком застрахованы также мои дети от чего зависит цена страховки чем больше зарабатываешь тем больше платишь медицинской страховки потому что чем больше ты работаешь тем больше по логике вот это да тем больше ты подвержен каким-то болезням тоже самая страховка на машину чем больше тысяч километров ты на машине ездишь тем выше тариф на страховку кто-то ездит 9000 в год а кто-то ездит 9000 километров в месяц от этого зависит цена на страховку что я еще хотела сказать по поводу прививочных паспортов потому что мне вчера звонила школа одна там речь шла об одной семье кто из полтавы с кем мы созванивались для кого я делала видео напишите пожалуйста там все хорошо все получается у вас потому что школа вчера звонила говорит пропустили сроки ну я говорю ну сроки пропустили в одну конкретную школу у нас есть очень много других школ если у вас там что-то не получается пишите пожалуйста кто еще не знает дети пойдут 25 августа в школу вам нужно обзавестись прививочным вот этим вот паспортом где его взять его нужно взять у детского врача вы должны сделать термин в любой у любого детского врача не факт что вас там возьмут на учет но прививку вам сделают если у вас прививка есть в распечатанном виде на опечатанном виде в из украины вы можете ее перевести у присяжного переводчика но если она написана рукой присяжный переводчик переводить не будет если вы сто процентов уверены что у вашего ребенка есть прививка от кори без прививки от кори в школу не пустят вы тогда можете это подтвердить сдача анализа крови Это тоже всё делается у детского врача. И тогда, если они видят, что да, действительно, достаточно этого, они вам тогда выдают вот такую вещь. Как правило, прививок от кори, все, с кем я вот общалась, как-то ни у кого не было, делали новые, как правило. Это очень важно, позаботьтесь об этом. Кто сейчас оформляет детей в школу, позаботьтесь о том, чтобы у них был этот прививочный паспорт. Пойдите в любую медицинскую страховку, неважно в какую, пойдите, например, возьмите просто какую-то информацию, кто что предлагает, потому что вот я застрахована в барме, а родственники моих АОК, так вот я здесь, я только плачу, не получаю никаких бонусов, ничего. А мои родственники, которые застрахованы в АОК, там им какие-то бонусы идут по 10 евро в месяц, если ты пешком находил какое-то там количество километров, многие, кстати, этим пользуются, тогда они получают какие-то бонусы. Поэтому у меня, когда спрашивают, а где ты застрахована, я говорю, я в барме, но я как бы скажу вам так. И если где-то есть еще какие-то бонусы, почему тогда идти сюда? Какая разница, где быть застрахованным? Затем, если кто-то попадет в больницу в Германии, вы застрахованы. Не удивляйтесь, если вам по почте потом придет письмо, если вы вот именно будете находиться в палате. Если даже, например, если бы я попала в больницу, я застрахована, я ничего там не плачу, но придет письмо, 10 евро в день стоит койка, которую вы занимаете. И, по-моему, если не ошибаюсь, еда. Не удивляйтесь. Но мне кажется, для тех, кто от джоп-центра сейчас как бы к джоп-центру привязан, мне кажется, что вряд ли вам нужно будет это оплачивать. Но я не знаю. Поэтому не удивляйтесь, потому что это так. Если ты попадаешь в больницу, если действительно там остаешься с ночевкой, ты занимаешь кровать, вот эти вот 10 евро, потом тебе приходит письмо, ты их оплачиваешь. Но это если один день. Не знаю. У меня я дольше... Мне кажется, я дольше, чем я одну ночь, никогда в больнице толком-то я не была. Вот. Вроде бы все сказала. Мы сейчас заполним. Потом еще такое... Солен из туристов. Такое веселое, я не замечаю. Мне больше, наверное, такая пометка. Вам, когда письма приходят с джоп-центра, там стоит дата, до какого числа они ожидают от вас обратную связь. Не затягивайте в самый последний момент. Но если вдруг так получилось, там всегда стоит имейл, отправьте им на имейл. Если вы не успеваете полностью ответить на все вопросы, главное отправить до указанного срока. А потом они вам еще пришлют письмо и скажут, нам не хватает еще вот такой, такой и такой информации. Так, у нас тут со сроками, в принципе, все нормально. Сейчас еще заполним вот здесь вот то, что мы им все это сделали, отправили. Это потом бросим им в ящик. В джоп-центр, в арбайтзамт. Им можно просто в конверт положить без марки лично в их почтовый ящик. Можно это бросить. Они тогда достают почту. Если вы знаете, что это находится не в вашем городе, например, как фамилия анкасса, те, кто за детские деньги отвечают, им, конечно, нужно отправлять по почте. Но если вы заполнили анкеты и, смотря кому-то, дают термины, они приходят в это время, назначенный срок, они приходят, отдают лично в руки. За каждым из вас будет приставлен работник, который будет вам помогать в поиске работы. Но смотрите, в джоп-центр, когда их личный почтовый ящик бросаете, то вам не нужна никакая марка. Они достанут эту почту, они ваше письмо найдут. Старайтесь, кстати, если у вас есть анкеты, например, мама, сестра, бабушка, старайтесь в отдельные конверты это положить. Не нужно всё в один конверт класть, потому что иногда из-за одинаковых фамилий могут не заметить разные имена. У нас, например, тоже такая шутка происходит. Моя мама и жена моего брата. У моей мамы и у жены моего брата одинаковые фамилии и одинаковые имена. И их перепутала страховка. И когда я позвонила и объяснила, что вот та, которая живёт в таком-то городе, она не 64-го года рождения, а 87-го. В общем, они поменяли местами мою маму с моей невесткой, перепутали. Хотя они вообще живут в разных городах. Как это произошло, не знаю. А раньше, кстати, ещё и... Это не единичный у нас случай в семье, потому что у жены моего второго брата имя и фамилия была такая же, как у моей покойной бабушки. Ну, потому что фамилии как бы остались, а имена такие же, да. Это, конечно, тоже интересно. За всем нужно следить, потому что она мне отправила фотографию, говорит, даже говорит, вообще ко мне никакого отношения не имеет. и говорит, я же не 64-го года рождения. Я говорю, да-да, хорошо сохранилось, молодец. Умничка. Вот, поэтому, кто карточки не сделал, делайте, пожалуйста. Тем более, если вы приехали, и у вас уже застрахован муж, цена от этого не меняется, у вас у всех должны быть карты, чтобы не получилось, не дай бог, такой ситуации, что будет вот какая-то... Ну, мало ли, никогда не знаешь, не окажется рядом того, кто может перевести, и чтобы потом не получилось так, что вы подпишите в больницу, что вы на себя берёте косты на эти оплату. Это очень дорого. Когда ты застрахован, ты не думаешь о том, насколько это дорого. А если ты не застрахован, там такие суммы, я вот уже сми не сказала, говорю, может сказать здрасте, из-за этого ты уже должен, как земля колхоза. Я сегодня ещё сделаю второе видео, но это будет касаться ритуальных свеч. Завтра приходит поставка Матильды М. Мне сегодня позвонили, сказали, у нас для вас есть поставка, когда вы будете завтра. Я говорю, ради вас хоть с шести утра, поэтому у меня есть несколько посылок, которые нужно срочным образом отправить, но мы ждали, когда придут масла от Матильды. В общем, сегодня нам тоже есть чем заняться. Всех целую, обнимаю. Пока. Ещё раз всем привет. Хотя мы уже с вами попрощались, мне кажется, эта информация будет полезна и для других тоже, да? Вот Жасмини 18 лет. И так как она имеет право на детские деньги, детские дотации, она начала заполнять этот антрак. Антраки, кстати, все есть на украинском, на русском языке. Всё это на фамилии НКС и сайт, когда заходите, там всё это переведено. Но нас уделил такой вопрос, потому что здесь речь идёт только о ребёнке, о ребёнке, о ребёнке. А она-то сама ставит этот антрак. Мы решили позвонить им. Позвонили, и какую информацию они нам сказали? Только её мама имеет право поставить антрак на детские деньги, на киндергельд, только её мать. Я спросила, говорю, как же быть в той ситуации? Она же как бы, ну, девочка взрослая, самостоятельная. Они говорят, только в том случае, если она ещё будет учиться, но она сама станет мамой, тогда она имеет право детские деньги получать на себя. Потому что она сказала киндергельд, что я гельд. Потому что это облагается налогом тоже, скорее всего, в конце года. Не знаю, я как-то на это внимание никогда не обращала. Но она сказала, поэтому это только родитель. Только один из родителей получает эти деньги. Затем подходим к интересному моменту. Жасмина здесь немножко дольше, и она по документам уже продвинулась немножко дальше. То есть уже наш престарелый принтер там скрипит. И она уже как бы в джоб-центре зарегистрирована. А вот мама её приехала недавно, и у мамы ещё нет ни фиксионс беша, ни офентальститель, ничего. И что я номера нет? Те, кто сейчас приезжают, люди из Украины, их не в джоб-центр сразу отправляют, их отправляют в социалку. И вот так нужно подождать, потому что Жасмина не может в итоге на себя поставить антракт, на киндергель. То есть нужно подождать. Подождать, когда её мама получит разрешение на пребывание здесь, когда её мама пропишется по своему адресу, потому что после того, как вы по своему адресу прописались, вам в течение двух, максимум трёх недель приходит идентификационный номер, ваш немецкий. Потому что это всё нужно сюда вносить. То есть вы поняли, да? Дети не могут сами на себя поставить этот антракт, это могут поставить только родители. Если родители приехали позже детей, следовательно, нужно подождать, когда будет от миграционки, хотя бы фикционс по Шайнигун, хотя бы это, когда сразу делаете себе термин на прописку, чтобы у вас был как можно быстрее. ИНН номер — это всё, что вам нужно сюда вносить. Здесь мы нашли ещё одну интересную графу. Когда они просят назвать киндегальднума, то есть номер, по которому вы у них зарегистрированы. Смотрите, вы у них ещё не зарегистрированы, фамилии анкассы я имею в виду, детские деньги. У вас этого номера нет. Вам его присвоят после того, как вы эту анкету правильно заполните и отправите. Тогда вам присвоят этот номер, потому что в джоб-центре у вас один номер, киндегальд, фамилии анкассы, у вас другой номер. Вы потом, когда в итоге будете звонить, вы просто будете называть номер, и по этому номеру они вас будут консультировать. А знаешь, зачем это нужно? Потому что, например, появится у твоей мамы второй ребёнок, третий ребёнок, четвёртый ребёнок. Тогда это им упрощает задачу, потому что у неё есть свой номер, по этому номеру она идёт, и потом, когда появляются все последующие дети, добавляется. Потом, когда они отправляют анкету, она, например, звонит и говорит, и так было у меня, она звонит и говорит, там номер такой-то, хорошо, мы вам отправим. Они отправляют, и там ты видишь, что уже один ребёнок стоит в списке и данные на него, и ты дописываешь второго ребёнка, и тогда они эту информацию обрабатывают. Поэтому просто, знаете, почему у меня возникло желание им позвонить, хотя анкета написана на украинском языке, и даже на русском там тоже есть. Потому что вот второй вопрос. Выт сто сумки меж батькам и тады ты, ребёнок родной, ребёнок усыновлённый, ребёнок, который в опеку взяли, пасынок, онук, онучка. Ясмина поставила родной ребёнок. Меня вот это вот смутило, потому что немцы, они очень любят точность. То есть она как бы себе не может являться ребёнком. Она сама ещё ребёнок. И потом все последующие вопросы, тут опять датына. И всё о датыне, о датыне, где это датына, что стоит датына, и там родители этой датыны. Вот это вот у меня вызвало сомнение, что можно ли ей вообще это делать. Хотя меня знаете, что удивляет лично меня? Что в джоб-центре человек, который ней занимается, куда она уже свои данные все отправила, почему-то ей об этом не сказал. Вот странно, да? То есть тебе это разрешают, тебе пришло разрешение, тебе говорят, вот до 10-го, там 06-го, отправьте нам обязательно подтверждение того, что вы это сделали. Скорее всего, просто человеческий фактор, они, наверное, не совсем правильно обратили внимание на дату рождения твою, что ты сама ещё ребёнок, и это на тебя. Поэтому вот так вот проверяйте, доверяйте, но проверяйте. Поэтому мы ждём, когда у мамы будет фикцион спешайнику, ждём, когда у мамы, то есть можно уже, кстати, сейчас на выходных онлайн сделать термин на прописку, где мама живёт, потому что понадобится несколько недель, пока только тогда мама сможет вот это вот заполнить, внести твои данные потом сюда, потому что ты её ребёнок, и эти деньги причитаются твоей маме. Вот так. Хотя у меня очень многие знакомые, вот семьи, у кого взрослые дети, возрасты, например, жасмины, когда наступает определённый период, это не всегда в 18, может быть, в 20, и родители видят, что ребёнок как бы, ну, самостоятельный, то они переводят в итоге эти деньги на его карту, но мне по телефону сказала работник фамилии Анкаса, что к налогам это какое-то отношение имеет, поэтому, хотя тебе 18 лет, всё равно это будет получать твоя мама, а не ты. Ну, вы одна семья, вы разберётесь. Просто мне кажется, это будет полезно знать тем, кто сейчас фамилии Анкаса, заходите в фамилии Анкаса, на их сайт, у них она сказала, говорит, я вам, это мне женщина сказала, с которой мы разговаривали, она говорит, там вся информация стоит, на русском, на украинском, всё это стоит. Не забывайте о том, что дети сами на себя, даже если детям 18-19 лет, дети сами на себя не ставят, вот эти вот антраги, где-то делают родители, это детские деньги, предназначенные в поддержку родителей, но как бы для детей, не забывайте, и не пугайтесь, идентификационный номер должен быть, фикционный шайников должен быть, но вот этот вот номер, какой у вас номер фамилии Анкаса, когда вы только-только там регистрируетесь, у вас ещё нет никакого номера в этой кассе, они вам его присвоят и по почте потом объявлят. Кстати, классно иметь какую-то таблицу в телефоне, где у вас сохранены все эти номера. Ваш ИНН номер, у вас джоп-центр номер, номер фамилии Анкаса. Я же с меню уже сказала, если бы меня сейчас кто-то попросил показать мой ИНН номер, я понятия не имею, где он. Но у меня немножко другая ситуация. У меня свой магазин, и если мне такие вещи нужны, я просто звоню налоговому советчику, у него всё обо мне есть. То есть он знает всё. Он знает все мои, все вот эти вот номера, и интернациональный этот номер у меня тоже есть, для того, чтобы я могла в других странах покупать товар. Например, даже страны Европы, но другая страна, например, Франция. То есть там номер совершенно другой. Там он идёт с такой ДЭ, знаешь, как Германия. В общем, я бы вам рекомендовала изначально сделать таблицу, потому что и вот такие вот документы все по папочкам разлаживать. потому что вот это вот... Их будет много этих документов. Но их один раз... Это нужно один раз пройти, и всё, и потом уже автоматически всё это приходит на карту, и ты ничем не занимаешься. Если у кого-то ещё какие-то вопросы возникнут, пишите, пожалуйста, в комментариях. за страховку медицинскую я сказала. Сюрприз, что касается детских денег, тоже у нас сегодня пошёл. Потому что, понимаешь, у меня появилась такая мысль, после того, как я смотрю эту анкету, думаю, тут нет речи о том, нет ни одного предложения, что ты сам ставишь антракт на киндогель. Ладненько. Пока.